Народ, привет! Да, вы правильно прочитали название этого видео. За полгода до выхода Galaxy S11 мы уже можем заглянуть в 2021 год на Galaxy S12. В этом нет ничего удивительного, так как такие технологические гиганты, как Samsung, имеют довольно четкие планы на многие годы вперед. И в этих планах Samsung стремится к своей заветной цели, которую они очень хотят достичь. Вспомните те телефоны, которые можно увидеть в фильмах о будущем. Они совершенно безрамочны. Это и есть конечная цель дизайна смартфонов Samsung. Хорошо нам знакомый Ice Universe, крупнейший инсайдер Samsung, запостил в Твиттере эту концептуальную картинку телефона с надписью Galaxy S12. Это, безусловно, лишь концепт. Аппарат выйдет не раньше, чем через полтора года, однако картинка отлично отражает тенденции, которые мы наблюдаем последние годы в мире смартфонов. Поэтому очень может быть, что Galaxy S12 будет, если не точно таким, то как минимум похожим. Телефон на этом рендере полностью, в буквальном смысле слова, полностью безрамочный. Этот округлый дизайн лицевой панели просто невероятный. В глубине души я верю, что это возможно к 2021 году. Господи, как же быстро движется технический прогресс в наши дни. Как же нам повезло жить в это время. Посмотрите на панель уведомлений. Камера, очевидно, встроена в дисплей. Это же настоящее безумие. Galaxy S12 выйдет в 2021 году. За эти два года может произойти так много. Но я надеюсь, что мы все будем свидетелями, когда эта красота родится. Samsung известен как первопроходец в мире смартфонов. Благодаря Galaxy Fold они принесли складной телефон в реальность. Уже сейчас компания работает над своим будущим флагманским телефоном, который изменит способ взаимодействия с мобильным устройством. Мы не увидим никаких вырезов или отверстий на этом смартфоне, что сходится со всеми прогнозами, в которых Samsung к этому времени, вероятно, обуздает непокорную и незаменимую селфи-камеру, чтобы спрятать ее под дисплей. И при этом качество селфи-снимков не будет страдать. Компромиссы абсолютно неприемлемы. Посмотрите, как сильно преобразился Galaxy Note 10 в сравнении с предшественником. Рамки практически исчезли. Дальнейшие шаги в данном направлении позволят убрать рамки совсем и загнуть дисплей на все четыре стороны, что этот концепт и демонстрирует. Безрамочное безумие новой эры уже началось. Huawei Mate 30 станет первой ласточкой новых вияний. Экран по бокам будет намного радикальнее закругляться к задней части смартфона. И в конце концов, в этом нет никакого сомнения, экран будет изгибаться также сверху и снизу, что и создаст в конечном итоге этот прекрасный шедевр. Что ж, именно так выглядят отблески будущего от Ice Universe. Я бы очень хотел увидеть ваши мысли по этому поводу. Недавно мы восхищались экрану на телефоне, но скоро мы будем восхищаться телефону на экране. Но Samsung не будет ограничиваться одним только дизайном. Согласно последним новостям, компания посеяла атомные семена в свое подразделение процессоров, которые скоро дадут очень мощные всходы. Согласно авторитетному изданию Anant Tech, чипы Samsung с 5-нанометровым техпроцессом ворвутся на рынок в 2020 году. На данный момент мы имеем 7-нанометровую архитектуру на всех топовых чипах, будь то Bionic от Apple или Snapdragon на Android девайсах. На сегодня это максимально возможный прогресс, но 5 нанометров дадут еще больше улучшений. И если этот чип выйдет на рынок в 2020 году, это означает, что скорее всего Galaxy S11 или Note 11 смогут ощутить вкус этой мощности. Эта новая архитектура обеспечит будущим флагманам эффективность примерно на 25% больше. При меньшем энергопотреблении будет повышена производительность на 15%. Но и это еще не все. Samsung очень серьезно относится к графике или графическому процессору, который они уже сегодня разрабатывают в партнерстве с AMD. Сейчас они используют Mali, который нельзя назвать лучшим игроком в лиге, так что, надеюсь, значительный скачок в перфумансе игр наступит тогда, когда Samsung введет AMD в игру. Возможно, в следующем году мы увидим наш первый Galaxy на AMD. Если вдруг вы не знаете, то AMD это сумасшедшая компания, которая делает процессоры, платы, графические ускорители. Это, вероятно, лучшая игровая компания, полноценная, специализированная на играх компания. Должный графический процессор от AMD принесет грандиозные улучшения в будущие смартфоны Galaxy. Samsung может стать первой компанией, которая станет партнером AMD, и мы впервые увидим смартфон с графическим процессором AMD. Я этому очень рад. Надеюсь, все получится. Дайте мне узнать ваши мысли о таком будущем. Ну а мы с вами увидимся уже в ближайшем будущем в следующем видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok